Приветствую вас во второй части по вязанию жилеточки. Мы в первой части с вами связали спинку и полочки до проймы, затем сделали проймочку с правой и с левой стороны, и дальше продолжили вязать спинку только. Спинку я провязала высотой до 37,5 см, то есть я провязала последний ряд перекрещивания, затем сделала ряд изнаночный просто по рисунку. То есть сейчас у меня получается второй ряд рапорта рисунка. Мы должны закрыть петельки для плечевого скосика. Я посчитала сколько мне нужно петелек для окружности шеи, у меня где-то приблизительно 27-28 см. Но чтобы не сильно облегало и не сильно тянуло в шею как бы ребеночку, я делаю, конечно же, пошире. Мне нужно сейчас по краям закрыть по 16 петелек. 16 петель, если мы посчитаем, это 2 петельки наши и 6 первого рапорта вот этой вот косички, затем 2 изнаночные и пол рапорта второй косички. То есть до вот этого вот момента, то есть пол рапорта одного и пол рапорта второго вместе с двумя лицевыми, мне нужно вот эти петельки просто закрыть. С одной стороны и с другой стороны. Это будут наши плечевые скосы. Закрыть петельки мы будем обычным способом закрывать, как я вам уже показывала ранее в своих видео уроках. Итак, мне сейчас не очень удобно, так как у меня спицы длинные, на камеру вам показывать, поэтому покажу в общих чертах. Итак, кромочную я снимаю непровязанной, затем провязываю следующую лицевой. И делаю такую вот протяжку, то есть одеваю первую на вторую. Затем снова лицевая протяжка. Это мы закрыли 2 петли. Затем лицевая протяжка 3 петли. Лицевая протяжка 4 петли. Лицевая протяжка 5. Лицевая протяжка 6. Лицевая протяжка 7. Лицевая протяжка 8. далее лицевая протяжка 9 лицевая протяжка 10 и так далее то есть я делаю просто обычное закрытие петель 16 с одной стороны после того как мы сейчас провяжем 16 петелек закрытия сделаем мы довяжем просто этот ряд до конца то есть все полностью по рисунку а затем на изнаночной стороне мы с вами сделаем закрытие петелек с другой стороны то есть сейчас продолжаем закрывать 16 петелек с вот этой стороны довязали лицевой ряд до конца по рисунку вот они наши петельки с лицевой стороны справа закрыты теперь нам нужно с изнаночной стороны закрыть левую сторону точно так же, как и в первом случае, мы снимаем кромочную и вяжем по рисунку, то есть по изнаночной стороне изнаночными петлями и делаем протяжку. Теперь снова у нас следующая идет изнаночная, мы провязываем ее изнаночной и закрываем вторую петельку. Затем снова изнаночная, закрываем третью петельку, изнаночная, закрываем четвертую петельку, затем изнаночная пятую петельку, изнаночная шестую петельку и так далее. То есть закрываем полностью все петельки, 16 с этой стороны и довязываем вот этот вот узорчик до конца. То есть смотрите, закрыли 16 петелек, довязываем до конца по рисунку. Закрыли и с другой стороны с изнаночной 16 петелек. У нас получается на средней спице, на средней части вот этой вот, которая осталась открытая, 30 петель. Теперь берем эти 30 петелек и переодеваем на либо большую булавочку для рукава рабочую, либо на какой-то кусочек ниточки, либо просто на чулочную спицу переодеваете, то есть оставляете эти петельки открытые. Нам нужно теперь присоединить ниточку двух цветов, как это мы делали вот здесь вот. То есть мы как бы продолжили вязать вот здесь еще цветной ниточкой, поэтому здесь нам нужно присоединить также. Отрезаем здесь ниточку, оставляем для сшивания нашего плечевого шва где-то сантиметров, оставьте 30, можете даже 50 с запасом, ничего страшного. Обрезаем ниточку, присоединяем еще одну красную, то есть одну красную, одну белую и вот здесь вот присоединяем эту ниточку. Нам нужно будет здесь точно так же, как и в начале спинки, закрыть четыре петли вот здесь вот и продолжить вязать красивенько переход на белый цвет. То есть все делаем то же самое, что со спинкой, только с вот этой полочкой. Берем красную с белой ниточкой, присоединяем вот здесь, либо просто прикладываем, начинаем сразу с закрытия четырех петелек проймочки и затем продолжаем вязать все по рисунку. Почему я вам предлагаю сначала начать со второй полочки, а не с первой? Для того, чтобы потом, когда мы провяжем первую полочку, продолжить вязание вот этой ниточкой основной, которая будет у нас на первой части. То есть закончим мы вязание на первой части, чтобы этой же ниточкой продолжить обвязывать вот эту вот горловинку. После того, как мы закрыли плечевые скосики, я переодела 30 открытых петелек, оставила на дополнительную спицу. Я использовала для кос дополнительную спицу из набора чулочных, поэтому на вторую спицу чулочную я переодела вот так вот петельки открытые. Хотите, можете, еще раз повторюсь, на большую булавку, можете на ниточку. То есть, в принципе, как вам будет удобно работать. Затем отрезала ниточку, оставив 50 сантиметров для сшивания плечевого скосика. Вот. И теперь приступаю к провязыванию левой полочки. Для этого я присоединила к белой ниточке красную, то есть, как мы вязали среднюю часть нашей жилеточки. И теперь смотрите, что я делаю. Я первую снимаю непровязанной, затем вторую провязываю лицевой вот этой вот уже цветной ниточкой. делаю вот такую вот протяжечку. То есть, начинаю закрытие четырех петелек, как и в начале спинки. Итак, первую провязали, сделали протяжку. Вторую провязали лицевой, сделали протяжку. Третью лицевой, сделали протяжку. И четвертую провязали лицевой, сделали протяжку. То есть, сделали закрытие четырех петелек. Вот эту ниточку мы с вами должны будем закрепить с изнаночной стороны, когда, в принципе, можем довязать ряд. Хотите, можете заправить кончик этот в конце вязания. То есть, как вам угодно. Итак, это первое считается кромочной. Затем у нас идут две лицевые. Первая часть из 12 петель раппорта. Затем у нас идут 6 петель. Вторая часть из 12 петель раппорта. Мы просто продолжаем вязать. Это у нас по счету после перекрещивания четвертый ряд. Поэтому четвертый ряд мы, как всегда, делаем провязывание без изменения. То есть, все по рисунку. Четвертый мы сейчас довяжем до конца по рисунку. Затем вернемся этим же цветом. Пятый ряд до конца провяжем по рисунку. И мы провяжем шестой ряд до конца по рисунку, а затем поменяем цвет на белый. То есть, все я повторяю то же самое, как на спинке, только на левой полочке. Вот. Сейчас мы довяжем четвертый, пятый и шестой. Затем сменим в конце ряда цвет. И будем уже вязать беленьким цветом. Конечно же, мы будем точно так же продолжать возле, скажем так, проймочки или вокруг проймочки. Мы с вами вязали на спинке, так скажем, косички или, как их будем называть, жгутики с этой стороны. То есть, в четвертом и восьмом ряду точно так же и здесь. С другой стороны проймочки на вот этих двух петельках. То есть, на неполном рапорте мы будем делать перекрещивание вот таких вот мелких жгутиков. И вторую часть мы будем полноценный перехлёст делать влево. Итак, мы разворачиваем наше вязание. Хотите, можете на прямых спицах вязать. То есть, как я уже говорила, хотите, можете на круговых. В общем, довязываем изнаночный и лицевой ряд. Затем меняем цвет ниточки и изнаночный ряд мы будем уже вязать беленьким цветом. И вот я довязываю шестой ряд. Я уже сменила ниточку, довязывая оставшиеся петельки цветной ниточкой. И затем, уже сейчас я провязав последний ряд вот этой вот смешанной ниточки. Буду продолжать вязать беленьким цветом. То есть, сейчас, как вы видите, я довязываю последнюю петельку. Затем кромочная и изнаночная у нас уже идет беленьким цветом. Обратите на это внимание. Изнаночный ряд мы провяжем полностью, как всегда, по рисунку. То есть, у меня вот эти вот петельки идут планочки. Затем изнаночные у меня уже пойдут красивенькой беленькой ниточкой двойной. Вот. И теперь мы будем вязать точно так же, как спинку. При этом, провязав изнаночный ряд на лицевом, мы уже будем делать это восьмой ряд. Восьмой ряд у нас перекрещивания, как вы помните. И вот мы на восьмом ряду начнем делать, начиная с этого восьмого первого, так скажем, ряда перекрещивания, маленького жгутика. И маленький жгутик, но точно так же, как и в начале, мы будем делать перекрещивания в разные стороны. То есть, с большим жгутиком маленький будет в противоположную сторону идти. Вот сейчас я как раз довязываю конец ряда, поворачиваю на лицевую я сторону восьмую, восьмого ряда. И теперь, смотрите, у нас в начале идет неполный раппорт. То есть, две петель, кромочная, две петельки, а затем идут шесть петелек. Кромочную снимаем непровязанной, затем у нас идет перекрещивание вправо, а затем влево. Вот мы с перекрещивания вправо делаем двух петелек, то есть, мы снимаем две на правую спицу, затем, как бы визуально оставляем первую за работой, то есть, мы ее снимаем, одеваем на левую спицу, а вот эту вот вторую перед работой. И провязываем сначала первую лицевую, затем вторую, то есть, мы сделали перекрещивание вправо, а теперь три следующие снимаем, оставляем перед работой, затем провязываем. То есть, все как обычно, абсолютно. Сейчас мы с вами делали закрытие вот этих четырех петелек для планочки, поэтому мы точно так же будем закрывать и в конце, после провязанных тридцати семи с половиной сантиметров, то есть, как спинку, точно-точно так же, будем закрывать вот этот вот для плечевого скосика, как с вот этой стороны спинки, будем точно так же закрывать и планочку, полочку, не планочку, а полочку с левой стороны, то есть, с левой стороны мы закрываем плечевой скос с правой, ну, то есть, с левой стороны полочки справа, а на правой полочке будем закрывать плечевой скос слева, то есть, точно так же мы с вами будем делать как на спинке то есть смотрите на спинке мы с вами делали с правой стороны закрытия 4 петель затем плечевого скоса через 37 с половиной сантиметров вот здесь вот справа точно также плечевой скос она левой стороне делали слева смотрите точно также закрытие но уже на изнаночной стороне 4 и на изнаночной стороне 16 то есть с правой стороны полочки ну то есть на правой полочке я уже честно говоря сама запуталась и вас путаю на правой полочке мы закрываем на изнаночной стороне 4 петельки а затем 16 петель и через провязанную высоту 37 с половиной сантиметров точно так же и здесь мы закрыли с правой стороны на лицевой стороне 4 петельки и с правой стороны мы будем закрывать плечевой скос с лицевой стороны 16 петель и то есть как бы все должно быть симметрично мы с вами только что сделали на спинке для получается пройм очки 4 петелечки и с этой стороны 4 петелечки на изнаночной стороне здесь мы с вами сделали 4 петелечки на лицевой стороне значит с этой стороны на изнаночной стороне закрываем 4 петельки сверху мы закрываем с лицевой стороны а с этой стороны с изнаночной то есть все я вам буду в принципе показывать сейчас пока делаем симметрично спинки мы полностью делаем по рисунку беленьким уже цветом в каждом восьмом ряду перекрещивание большой косички большого жгутика и вот эти две петельки которые я вам уже говорила только с одной стороны то есть если на спинке у нас было с двух сторон то здесь только с одной стороны эти две петельки поэтому мы только с одной стороны перекрещивание делом каждом четвертом и в каждом восьмом ряду Вот здесь я думаю тоже вам все должно быть понятно, поэтому продолжаем вязать вот эту сторону и плечевой скосик мы закроем через 37,5 см провязанной высоты полочки передней и точно так же как и в этом ряду мы с вами закроем 16 петель. То есть здесь мы помним в каком ряду мы закрывали петельки, кто не помнит можете отмотать видео назад и точно так же мы с вами сделаем правую полочку закроем на изнаночной стороне, все в общем по ходу вязания мы будем с вами разбирать. Итак, набираем высоту 37,5 см левой полочки и закрываем плечевой скос. Конечно же оставляем ниточку для пришивания плечевого скоса обязательно 50 где-то сантиметров, хотите можете больше, чтобы наверняка хватило. И тогда обрезаем ниточку, присоединяем ее здесь с изнаночной стороны и начинается у нас ряд закрывания 4 петелек. И тогда все по ходу будем разбирать, не забываем, что на правой стороне у нас будут еще плюс ко всему через 9 см дырочки для пуговичек, поэтому правую полочку я оставила на закуску, скажем так. Вот, то есть мы пока делаем спинку и левую полочку те, что попроще и понятно. Правую полочку, конечно же, здесь будет немножечко сложнее из-за пуговичек, петелечек вот этих вот. Вот, поэтому все будем по ходу дела разбирать, я думаю с левой полочкой вам все понятно, поэтому самостоятельно продолжайте левую полочку вязать. Довязали высоту левой полочки, у меня провязан последний ряд поворотика и изнаночный ряд провязала я, чтобы начать с лицевого ряда убавления. Сейчас мы с вами убавим, как и на спинке, первую вот эту часть нашу 16 петелек с лицевой стороны. Итак, первую кромочную снимаем, не провязываем, затем у нас идет лицевые, поэтому мы подряд провязываем лицевая протяжка, лицевая протяжка, то есть 16 раз. Нам нужно убавить 16 петелек. Итак, вторая лицевая, мне не очень удобно большими спицами на камеру, поэтому, я думаю, что вы здесь поняли, мы делаем точно так же все, как и на спинке. Третья лицевая протяжка, четвертая лицевая, далее протяжка, пятая, шестая, седьмая. Восьмая, девятая, десятая, пятнадцатая и последняя, шестнадцатая. Сделали 16 протяжек, вот как раз у нас получается на пол вот этого вот рапорта после планочки. Вот так. И теперь пол рапорта довязываем обычными лицевыми, затем у нас идет по рисунку после лицевых одна изнаночная, мы так ее и провязываем изнаночной, и довязываем 10 лицевых нашей полочки и кромочная изнаночная. Теперь нам нужно, довязав до конца вот эти все петельки ряда, повернуть на изнаночную сторону и на изнаночной стороне провязать полностью все по рисунку. То есть, поворачиваем кромочную, снимаем, затем у нас идут планочка и часть рапорта на полочке. Поэтому мы все по рисунку провязываем до конца этого ряда. Довязали до конца изнаночный ряд, у нас получилась ниточка возле убавленных петелек. Мы, как и в первом случае со спинкой, для сшивания плечевого скосика оставляем ниточку, где-то приблизительно сантиметров 50 можете оставить, хотите можете больше. Отрезаем ниточку, вот эти открытые петельки мы оставляем на булавочке, либо спице, либо ниточке. То есть, вот как мы оставляли с вами на спинке открытые петельки. У вас должно остаться 11 петелек, это планочка и кромочная. И вот здесь вот наших получается пол рапорта и одна петелечка. То есть, 6 петелек пол рапорта и одна петелька. Вот эти петельки оставляем открытые и отрезаем ниточку, оставляем для сшивания плечевого скоса. Я оставила на дополнительной спице левую полочку, оставила ниточку для пришивания плечевого скосика, сшивания. Если вы соедините две детальки, у вас получится вот так вот дырочка, то есть наша проймочка для ручки. Теперь мы приступаем к правой полочке. Правая полочка у нас осталась на спице, таким образом, чтобы у нас начать можно было с изнаночной стороны. То есть, мы сейчас берем ниточку двух цветов, соединяем белую и красную, или какие у вас там цвета были. И теперь берем с изнаночной стороны, мы будем делать убавление 4 петелек проймы. Первую снимаем не провязанной, затем у нас идет изнаночная. Поэтому мы так и должны ее провязать изнаночной. Ниточку кладем перед работой, провязываем изнаночную. Теперь делаем протяжку, закрыли одну петлю, затем следующую изнаночную вторую петлю, следующую изнаночную третью петлю и следующую четвертую петельку. Мы закрыли 4 петли проймы и оставшиеся петельки мы провязываем до конца ряда по рисунку. То есть, как у вас шли изнаночные, как шли лицевые. То есть, лицевые провязываем над лицевыми, изнаночные провязываем над изнаночными. И как вы помните, мы меняли с вами цвет, вот этот вот красно-беленький, в данном случае у меня, на чистый белый, то есть две нити беленького. Нам нужно поменять, провязав вот этот ряд и затем лицевой, а следующий изнаночный мы будем вязать уже белым цветом. Провязали лицевой ряд, но я провязываю его не до конца и меняю ниточку. Вот смотрите, я присоединила, у меня осталось немного петелек довязать лицевыми, поэтому я довязываю их ниточкой двойного цвета, то есть две ниточки разного цвета. Вот она предпоследняя петелечка у меня цветной ниточки и теперь последняя, как кромочная, я вам уже говорила, она у меня провязывается уже другим типом цвета. То есть если вы меняете на белый, то у вас последняя должна быть чисто белого цвета, потому что она у вас как кромочная, снимается не провязанной. Затем у нас по рисунку идут изнаночные, так и провязываем их изнаночными. И лицевые над лицевыми, то есть этот ряд мы провязываем по рисунку, для того, чтобы сделать перекрещивание в следующем уже лицевом ряду. Довязали изнаночный ряд, как вы видите, у нас уже сменился цвет. Мы теперь этот ряд провяжем по рисунку, но перекрещенный. То есть провязываем 10 петелек планочки лицевые. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем у нас идет изнаночные. Делаем первый раппорт поворотики. 3 за работой оставляем первые на дополнительной спице, затем 3 следующие мы провязываем лицевыми. И 3 с дополнительной спицы возвращаем в основное вязание, провязываем лицевыми. 1, 2, 3. Затем 3 снимаем, оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем последние 3 петельки раппорта лицевыми. То есть все как обычно. Вы уже, я думаю, здесь приловчились и помните, как мы с вами вязали на спинке, на левой полочке. Все точно так же без изменения. И сейчас я вам хочу показать, как мы свяжем именно последний вот этот незаконченный раппорт. Первую часть раппорта мы сделаем поворот перекрещивания направо. То есть 3 петельки мы оставляем на дополнительной спице за работой. Три следующие провязываем лицевые. 1, 2 и 3. И с дополнительной спицы возвращаем 3. Провязываем в основное вязание. А теперь смотрите, у нас остается в незаконченном полураппорте 2 петельки и последняя кромочная, которая у нас не считается. Мы эти 2 петельки точно так же сделаем перекрещивание. То есть смотрите, поменяем влево наклон, сделаем, поменяем петельки, снимаем на правую спицу, затем одеваем сначала первую, а вторую, оставляя за работой, переодеваем вперед. То есть таким вот образом мы сделали с вами перекрещивание в левую сторону и теперь провязываем лицевыми. Возможно, вам будет здесь не очень удобно, тем более я здесь сменяла ниточку. Будьте осторожны, чтобы вы провязали все то, что нужно. Итак, в общем, провязываем 2 лицевые и кромочная, последняя и изнаночная. То есть что мы сейчас с вами сделали? Почему мы сделали перекрещивание в левую сторону только 2 петель? Как вы помните, мы делали вот такую вот процедурку на спинке. То есть вот здесь вот мы с вами делали в каждом четвертом и восьмом ряду делали перекрещивание влево. На левой полочке мы делали каждое перекрещивание вправо. То есть вот смотрите, каждый четвертый и восьмой ряд. То есть мы сейчас делаем все в зеркальном отображении от спинки. В каждом восьмом и четвертом ряду делаем перекрещивание именно вот этих двух петелек. А в каждом восьмом делаем перекрещивание больших кос, то есть вот этих вот жгутиков наших. Вот за это не забываем. И что я еще хочу сказать по поводу правой полочки, которую я оставила, так сказать, на завершение. У нас между петельками 9 сантиметров должно быть по расстоянию. Немножечко, возможно, меньше, но если вы прирастянете полотнище так, как у нас идут косы по размерам, то 9 сантиметров. Здесь у нас между петельками было по 11 изнаночных рядочков. То есть по вот этим вот волнам вы можете посчитать количество изнаночных рядочков. У нас их 11. Сейчас же, если вы посчитаете количество волн, у меня, смотрите, от последней петельки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть 8 рядочков изнаночных. Нам нужно 11. Поэтому через 3 изнаночных провязанных ряда нам нужно будет сделать петельку. А пока мы все вяжем по рисунку, не забывая делать перекрещивание вот этих двух предпоследних петелек. Последнюю и первую мы не трогаем, это у нас кромочные. Все остальное вяжем по рисунку, постепенно делая перекрещивание. Вот как мы делали на спинке и на полочке. Я думаю, что здесь должно все быть понятно. У вас должна быть правая полочка в зеркальном отображении от левой. То есть 1 полный раппорт. Вот он у нас. И 1 неполный раппорт. Это 6 полураппорт нашей косы, жгутика. И 2 петельки вот здесь вот перекрещивания влево. Здесь мы все вяжем. Я думаю, вам все понятно. Поэтому продолжаем вязать еще до петельки. Делаем петельку. И дальше все опять же по рисунку. Нам нужно набрать высоту правой полочки. Такую же, как и левой. То есть 37,5 см. Если же будем считать по раппортам высоту, то вам нужно сделать белых. Мы сделали сейчас, получается, первое перекрещивание. Затем сделать 1, 2, 3, 4. 4 перекрещивания. И мы с вами сделаем точно так же в изнаночном ряду вот такое вот закрытие 16 петелек, как мы делали с вами на спинке. То есть на правой полочке мы делаем закрытие петелек на изнаночной стороне. Для того, чтобы все было красиво и ровненько в итоге. Итак, я довязала правую полочку. Как вы видите, я сделала 2 петельки для пуговичек. Через 11 рядочков. Вот она наша проймочка. Я сложила уже, как вы видите, прямо жилеточкой. И сейчас вам хочу показать, как мы будем делать убавления. Как я вам уже говорила, если мы повернем в первоначальное состояние нашу жилетку, то вот так вот выглядит с левой стороны проймочка наша. И с левой стороны мы должны сделать закрытие 16 петель плечевого скоса. Мы сейчас разворачиваем на изнаночную сторону. Это получается, я провязала уже после перекрещивания изнаночный ряд и лицевой до конца. Сейчас я поворачиваю на третий изнаночный ряд. Первую кромочную я снимаю непровязанной. Затем у меня идут изнаночные петельки. Вот я вяжу изнаночная и делаю протяжку. Одеваю первую на провязанную вторую петельку. Затем снова изнаночная протяжка. Это второе убавление, второе наше. Изнаночная протяжка. Третье убавление. Изнаночная протяжка. Четвертое убавление. Изнаночная протяжка. Пятое. Изнаночная протяжка. Шестое. Изнаночная протяжка. Четырнадцатое. Изнаночная протяжка. Пятнадцатое. И последняя изнаночная протяжка, шестнадцатая. Мы сделали убавление 16 петелек. Если вы повернете на лицевую сторону, у вас как раз начинается ровно половинка рапорта. И одна петелечка. Теперь довязываем до конца, полностью до конца этого ряда наши петельки по рисунку. То есть там, где изнаночные провязываем изнаночные, там, где лицевые, провяжем лицевые. Наша планочка вяжется лицевыми, 10 петелек. И кромочная петелька, одиннадцатая. Довязав до конца, мы сейчас будем выполнять плечевые швы. Плечевые скосики наши готовы. Если мы повернем вот так вот все на лицевую сторону, у нас получается от спинки и от одной полочки. Вот так вот наши плечевые скосы выглядят. 16 петелек мы закрывали на спинке и 16 петелек мы закрыли на одной из полочек. И на второй из полочек. Я уже сделала один плечевой шовчик. Вот такой вот он выглядит с изнаночки. Довольно-таки грубовато кажется на видео, но в жизни он получается довольно-таки мягенький, ровненький. А самое главное, он, посмотрите, как выглядит с лицевой стороны. Все совпадает, то есть как шла коса, крупная, мелкая, вот оно все, так и красивенько совпадает. Теперь мы сделаем точно так же с этой стороны. А как мы это сделаем? Смотрите, мы разворачиваем на изнаночную сторону. Получается, вот смотрите, у меня все на изнаночной стороне. Теперь распределяем вот так вот. Сейчас раскрываем все булавочки наши. Я на булавочку закручивала ниточку, чтобы мне не мешало. Если у вас просто ниточка вот так вот расправлена, то прикладываем, в общем, вот так вот ниточку к плечевому нашему скосу на изнаночной стороне. Вот, смотрите. У меня сейчас будет немножечко шумно в камере, потому что здесь у меня куча, в общем, спиц. И берем наш крючок. Теперь делаем следующим образом. Смотрите, прислонив друг к дружке, у нас должны петельки совпадать. Здесь, если вы посмотрите вот так вот на лицевую сторону, у нас расположена косичка. Вот они, наши петельки такие вот. За обе стеночки мы сейчас будем делать захват с одной стороны и с другой стороны. Смотрите, захватываем, находим первую самую петельку. Вот она у меня за две стеночки. Вот так вот. И с другой стороны находим самую первую петельку и захватываем ее за обе стеночки. Теперь мы захватываем рабочую ниточку и пропускаем сквозь две вот эти стеночки петельку. На крючке одна петля. Находим следующую петлю. Вот здесь вот. Вот она у нас за обе стеночки. И в следующей стороне за обе стеночки. Захватываем рабочую ниточку, на крючке две петельки. И теперь сквозь первую продеваем вторую. Снова теперь захватываем с этой стороны косичку за обе стеночки и с другой стороны косичку за обе стеночки. Захватываем рабочую ниточку на крючке две петли и сквозь первую продеваем вторую. снова косичку с одной стороны взяли с другой стороны родили сквозь две стеночки петельку и сквозь первую продели вторую то есть сейчас мы вот такими вот соединительными столбиками за обе стеночки делаем сшивание я делаю не слишком тугое сшивание для того чтобы у нас плечевой скосик остался мягеньким ровненьким если делать ту же то соответственно получается ту же и сам шел и так я продолжаю делать соединительные столбики за обе стеночки сшивать той ниточкой которую мы оставляли для пришивания как когда я вам говорила оставить где-то сантиметров 50 вот как раз таки мы этой ниточкой и сшиваем с одной стороны и нам нужно точно также сшить с другой стороны если вы не понимаете как я делаю что я делаю посмотрите видео уроки где мы делали соединительные столбики или хотите можете столбиками без накида за обе стеночки провязывать то есть здесь уже вы смотрите по своим скажем так знаниям если совсем совсем прям непонятно можете взять иголочку с ниточкой в деть вот этот краешек и сшить вот эти вот плечевые скосы просто любым для вас привычным способом но честно говоря за качество то что у вас получится в итоге я не знаю поэтому вы уже смотрите на свои скажем так умение и на свою фантазию и так я до сшиваю сейчас соединительными столбиками последние три петельки которые у меня остались вот я за обе стеночки и делаю протяжки за стеночку первую вторую и делаю вот такой вот соединительный столбик рабочей ниточкой или я еще их называю протяжки то есть как вам удобно понимать так и в общем понимаете и так вот осталась последняя у меня вот здесь вот петелька и и не совсем удобно захватить с одной стороны и с другой стороны вот я захватываю с одной и с другой стороны последнюю петельку за обе стеночки продеваю рабочую нить и вот так вот продеваю последнюю петельку теперь делаю вот так вот сквозь петельку продеваю рабочую нить у меня остается длинный хвостик но в принципе здесь абсолютно ничего страшного мы этим хвостиком сделаем потом либо хотите можете продолжить вязать либо просто обрезать запрятать кончик в общем мы посмотрим по ходу дальшего вязания дальнейшего и смотрите когда вы выворачиваете на лицевую сторону ваш плечевой шовчик получается все довольно таки аккуратненько и красивенько посмотрите вот у нас все совпало вот она шла наша косичка и не полная косичка раппорт вот он все довольно таки ровно красивенько получается и если вы сошьете две стороны получается вот такой вот у вас как сказать горловиночка вот такая и мы ее должны переодеть полностью на общую спицу то есть если вы вязали вот так как я первоначально круговыми то берем переодеваем на эту же спицу петельки чтобы у нас все было ровненько красивенько вот поэтому я сейчас все переодену на одну спицу вы выполняете пока плечевые вот эти скосы и в общем сейчас у нас должны быть переодеты на одной спице все вот эти вот петельки то есть две планки две полочки и спинка все на одной спице я переодела на одну спицу полностью нашу горловину и сейчас у меня получается в начале лицевого ряда рабочая ниточка мы подтягиваем хорошо наши спицы для того чтобы было удобно вязать и начинаем вязать начиная с лицевого ряда сейчас мы будем формировать резиночку 2 на 2 то есть как мы начинали с вами резинкой так и закончим резиночкой планку мы не трогаем поэтому кромочную снимаем далее провязываем 10 лицевых наших и сейчас нам нужно будет потрудиться и немножечко подобрать для скажем лучшего эффекта изделия в общем для того чтобы красивенько все было и максимально идеально нам нужно сделать подбор немножко резинки смотрите что мы делаем у нас сейчас идет изнаночная затем две лицевые нам это изнаночная не нужно ни в планку добавляется не скажем так куда-либо поэтому мы ее сократим мы вместе с планкой провяжем лицевой одной лицевой либо вот таким вот образом либо поменять вот так вот за переднюю стеночку провязать две вместе то есть здесь вы уже как хотите так и меняете вот она у нас ушла скажем так сокращение ее больше это изнаночная нет у нас получается кромочная и 10 планка теперь у нас на неполный раппорт идут две лицевые начальные вот мы так их и провяжем две лицевые затем по резинке 2 на 2 у нас идут 2 изнаночные поэтому провязываем 2 изнаночные снова идут 2 лицевые затем 2 изнаночные так пока и провяжем по рисунку 2 лицевые 2 изнаночные теперь нам нужно обратить внимание на то что у нас вот здесь вот конец раппорта и идут 2 изнаночные у нас должны изнаночные совпасть и 2 лицевые. Снова просчитаем 2 изнаночные и 2 лицевые. У нас сейчас 2 изнаночные. Значит провязываем 2 лицевые, продолжаем. 2 изнаночные, 2 лицевые, заканчиваем раппорт и 2 изнаночные. То есть здесь все совпало. Все хорошо, все красивенько, продолжаем дальше. Дальше у нас идет вот здесь вот один рапорт, но рапорт я сейчас буду называть не изнаночная 12 лицевых и изнаночных, а просто 12 лицевых. У нас идут по краям 2 изнаночные с одной стороны и 2 изнаночные с другой стороны, затем 12 лицевых. Поэтому у нас должны изнаночные совпасть и начальные 2 лицевые в начале и в конце должны совпасть. Поэтому мы после изнаночных провязываем 2 лицевые, затем считаем от конца 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и здесь у нас 2 лицевые. Поэтому мы должны немножечко схитрить и провязать изнаночную, затем 2 вместе изнаночной. мы, получается, сократили одну лицевую, провязав 2 вместе изнаночной. И теперь еще раз считаем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И у нас получается лишняя лицевая. Поэтому мы провяжем, после того, как провязали 2 вместе изнаночной, провязываем 1 лицевую и 2 вместе лицевой, следующие 2 петельки. Вот так вот. Либо же в идеале мы их повернем, вот так вот оденем и провяжем за заднюю стеночку. То есть, чтобы для более красивого эффекта мы провяжем с наклоном, получается, влево. И теперь довязываем. У нас идут 2 изнаночные, следующие по рисунку. Мы их провязываем 2 изнаночные, затем у нас 2 лицевые. И заканчивается наши 12 лицевых, и идут дальше 2 изнаночные. Все, идеально совпало. Мы немножечко сделали сокращение, благодаря чему у нас пошло красивое провязывание резиночки 2 на 2. А теперь считаем дальше. У нас раппорт начинается с 2 лицевых, поэтому мы провязываем 2 лицевые. Затем мы немножечко забегаем наперед и смотрим, что у нас спереди. Мы сейчас, наверное, провяжем еще 2 изнаночные и 2 лицевые, а затем посмотрим, что у нас спереди. То есть, чтобы не так далеко было, и все идеально видно. То есть, смотрите, я провязала 2 изнаночные как по узору у нас, затем 2 лицевые, начало раппорта, 2 изнаночные и 2 лицевые. Сейчас смотрю вперед, и получается, смотрите, у нас вот эта изнаночная после раппорта уйдет в планку. То есть, мы провяжем вместе с планочкой, как и в начале. Затем идут 2 лицевые и 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Здесь у нас идут 2 лицевые, значит, просто довязываем до конца 2 изнаночные по рисунку, 2 лицевые. По рисунку у нас резинки 2 на 2 идут. 2 изнаночные и конец раппорта 2 лицевые. Затем провяжем 2 вместе 1 лицевой. То есть, вот эту изнаночную мы вместе с лицевой планкой, первой петелечкой, провяжем 2 вместе 1 лицевой. То есть, я сделала сокращение. И довязываем планку наших 9 лицевых оставшихся и кромочная изнаночная. То есть, у нас получается, планочка как шла 10 петелек, так и идет. Просто мы вместе с ней сделали убавление вот этой лишней петелечки. И благодаря вот такому вот убавлению у нас получилось все очень красиво, гладенько и ровненько. Сейчас мы будем продолжать провязывать резинкой 2 на 2. То есть, мы поворачиваем на изнаночную сторону и продолжаем дальше провязывать там, где лицевые и лицевые, провязывать там, где изнаночные и изнаночные. При этом полочки наши, получается, провязываются вот здесь лицевая и изнаночная резинкой 2 на 2, а планка с этой полочки у нас не трогается. То есть, как было у нас кромочная 10 лицевых, так и провязывается кромочная 10 лицевых. И нам нужно будет сделать, провязав немножечко резинки в высоту, сделать нужно будет петельку еще одну для, скажем, красивого завершенного вида верхушки горловины. Я провязала немного резинку 2 на 2, у меня получается 7 изнаночных рядочков провязаны. То есть, если мы по-привычному делали через 11 изнаночных рядочков петельку, то сейчас у меня 7, я хочу сделать петельку, а затем провяжу еще немножечко высоты после петельки и буду завершать свою высоту горловины. Высоту горловины вы уже вяжете на свое усмотрение, какую вы хотите, чтобы вам, ну, так скажем, подходило и ребеночку не мешало слишком, чтобы невысокая была. Вот, теперь смотрите, мы петельку делаем, как всегда, провязывая 5 лицевых планки, затем накид, 2 вместе лицевые и довязываем оставшиеся 3 петельки лицевые. 1, 2, 3. Затем у нас идет продолжение резинки 2 на 2, а в изнаночном ряду все как всегда, то есть мы будем провязывать тоже 10 лицевых планочки. То есть все как обычно, без изменений, я думаю, что здесь никаких вопросов также не должно возникнуть. Наша петелька готова, последняя, и мы продолжаем вязать высоту горловинки, а затем я буду заканчивать горловину трикотажным закрытием петелек, то есть трикотажным швом. Хотите, можете закрыть стандартным способом закрытия петелек, но, честно говоря, мне нравится вот этот вот переход с резинки 2 на 2 на резинку 1 на 1 и закрытие петелек иголочкой. То есть мне кажется, что этот способ более подходящий для горловины и не будет иметь растянутый вид, такой небрежный. Поэтому здесь, конечно, качество будет выглядеть лучше с трикотажным закрытием петелек, поэтому вы уже смотрите на свое усмотрение. Трикотажное закрытие петелек вы можете посмотреть, как делать в ютубе очень много видео, поэтому здесь я тоже не буду заострять свое внимание. Опять же, закрытие петелек можно сделать и обычным способом. Вот, конечно же, все здесь очень красивенько и аккуратненько получается. И продолжаем вязать высоту горловинки. А затем я вам хочу показать, как обработать вот этот вот краешек, наш краешек рукавчика проймы, где у нас провязанные были проймочки. Вот, резиночкой 2 на 2 мы также будем обрабатывать. Рукавчики наши, чтобы все было более или менее симметрично, красиво. И в то же время простенько и аккуратненько. Проймочку мы будем обрабатывать тоже белым цветом, то есть вот как мы здесь с вами вяжем. Вот, смотрите, что у меня получается с горловинкой. Вот так вот, чтобы вам было удобно посмотреть. Вот у меня получается вот такая горловинка. Здесь я сделаю сейчас, вы уже более будете видеть петельку. И еще довяжу буквально 2 сантиметра резиночки 2 на 2. И затрывать буду трикотажным швом. То есть это, я думаю, здесь вам все понятно. А по поводу рукавчика обработки я вам сейчас буду показывать. Вот я горловинку провязала нужную мне высоту. Видите, петелька. И от нее я провязала 8 рядочков. Затем я провязала резиночкой 1 на 1, перешла и закрыла трикотажным швом. Это все вы можете посмотреть в видео уроках в ютубе. Поэтому я на этом не заостряла также внимания. Здесь, я думаю, вы справитесь. И теперь я перехожу к обработке нашего рукавчика. Смотрите, я взяла на круговые спицы. Набрала по краю нашему вот этому вот, но не по кромочным петелькам, а по следующему ряду. Набрала вот так вот петельки. И при этом я лесочку вытянула ровно посерединочке, вот здесь вот, где у нас плечо. И начинаю вязать по кругу резиночку 2 на 2. Такую точно, как мы делали на горловинке и в начале нашей кофточки. То есть вот здесь вот, в начале жилетки. Точно так же я провязываю где-то приблизительно 2-3 сантиметра. То есть вы уже смотрите на свое усмотрение, как вам хочется, чтобы пошире, поуже. И просто провязывая резинку 2 на 2, точно так же перехожу на резинку 1 на 1 и заканчивая трикотажным шевчиком. То есть как мы обрабатываем горловинку, так точно мы и здесь обрабатываем просто резиночка 2 на 2. Петелек набираете максимально побольше. То есть не только по количеству кромочных, а и по промежуточным вот этим петелькам. Чем больше вы наберете, тем меньше рукавчик ваш будет сужаться. Итак, в общем набираем петельки, провязываем резиночку 2 на 2 и закрываем трикотажным шевчиком 1 и 2 рукавчик. В итоге я закончила вот так вот рукавчики, как и горловину я закончила трикотажным шевчиком, который вы можете посмотреть в видео уроках. Вот так получилось замечательные рукавчики обвязанные в итоге. И пришиваем пуговички на свое усмотрение. Можете взять красненьким цветом, если у вас красно-белое, можете взять беленьким. В общем я взяла беленькие такие вот слегка. Они прозрачные, перламутровые. В общем вот такой вот получился замечательный у меня жакетик. Если вам понравилось, конечно же, комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Ровных петелек вам, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok